Друзья, всем огромный привет! Сегодня у меня будет песочный изливной пирог с клубникой. Название интересное! Посмотрим на конечный результат. Готовлю первый раз. У меня просеянная мука, сметана, куриное яйцо, клубника мелкая, но сладкая, сливочное масло, соль, сахар, разрыхлитель и ванилин. Клубнику помыла, удалила хвостики и обсушила бумажным полотенцем. Теперь я ее присыплю сахаром. Клубника сладкая, но сахар не помешает. Две столовые ложки. Друзья, и я ее перемешивать не буду, то есть разбивать клубнику ложкой я не буду. Вот таким образом. Все. Занимаюсь тестом. Беру пачку сливочного масла. Можно было масло растопить, но можно и не топить. Три. Шесть ложек сметаны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пачка ванилина, немножко соли, одно куриное яйцо. Друзья, и все вот это хорошо перемешиваем. Сметана, маслица, сахар, яйцо, ванилин. Вот такая масса. Нормально. Мокрые ингредиенты подготовили. В сторону. Далее добавляю сюда пачку разрыхлителя, 13 грамм. Друзья, муку буду добавлять ложками. Нам нужно замесить мягкое и эластичное тесто. То есть я муку не просто беру и высыпаю там 500 грамм, килограмм. Я муку добавляю ложечками и смотрю по ходу дела, сколько нужно еще добавить муки. Вот такое у меня получилось тесто. Мягкое и эластичное. Можно это тесто отправить в холодильник. Допустим, на полчасика оно остынет. И тогда уже раскатывать. Но я поступлю немного иначе. Беру форму, смазала растительным маслом. Вот это тесто я просто кладу в форму. И хорошо-хорошо распределяю руками. Можно скалкой раскатать. А зачем мне скалка, друзья? И у меня же жизненный опыт. Так что все нормально. Вот видите, как я распределяю? Равномерненько. Сейчас хорошо ручками распределю. И будет все окей. Друзья, как говорят, глаза боятся, а руки-то делают. Беру вилочку и делаю проколы. Если какой-то воздух внутри образуется, чтобы он вышел. Чтобы наш торт не был такой, знаете, сикось-накось. Вот так вот я сейчас сделаю. Делаю заправку. Четыре куриных яйца. Немножко соли. Совсем немножко. Столовая ложка сахара. Хорошо, взобью яйца с солью и сахаром. Если я делаю сливной пирог не сладкий, то я вот сюда сахар не добавляю. Но так как у меня сливной пирог будет сладкий, с кубничкой, да? Я сюда сахарку немножко добавила. Добавляю сюда 350 грамм сметаны. Две столовые ложки муки. Все хорошо перемешиваю. Разбиваю все комочки. Обратите внимание, какая заливка нежидкая. В общем, у меня четыре куриных яйца. 350 грамм сметаны. Столовая ложка сахара. Немножко соли. И четыре столовые ложки муки. То есть заливка совершенно нежидкая. Формируем пирог тестом. На тесто выкладываю клубнику. Клубнику посыпала сахарку и она уже выделила сок. Но сок нам здесь не нужен, друзья. Лишняя жидкость нам здесь не нужна. Клубника у меня не крупная, а мелкая. Я ее разрезать не буду. И все вот это я заливаю. Чем? Все верно. Аккуратненько. Заливкой. Вот таким образом. Если у кого-то есть желание, пожалуйста, добавляйте больше клубники. Но, друзья, нормально. Вот такой у нас получается пирог. Я таким образом немножко потрясу. Ну и все. И убираю в духовку. При температуре 180 градусов. Ну, я думаю, минут на 50. Вот такой у меня получился пирог. Обратите внимание. Красота. Уже начинает опадать. Почему? Я не знаю. Что я делаю? Беру вот таким образом. Раз. Мне нужно быстро это все сделать. Кладу тарелочку. Вот это снимаю. Вот это раз. Раз. Друзья, несколько несложных движений. Смотрите. И у нас пирог вот такой потрясающий. Лежит на шикарном блюде. Конечно, вот этот пирог нужно разрезать, когда он остынет. Но, друзья, извините, у меня такой возможности нет. Аромат на всю кухню. Как же можно ждать полчаса или час, да? В общем, давайте разрежем. Посмотрим, какой он внутри у нас. Красота, друзья. Красота. Какой пирог, да? Вот такой. В разрезе вот это тесто, а это заливка. Еще кусочек хочу отрезать. Какой пирог, да? Пирог получился просто супер. Ем и есть хочется. Очень хорошо пропекся. Такой большой. В общем, пирог на большую компанию. Я бы, конечно, сюда небольшие изменения внесла. Можно было ягоды добавить побольше. Засыпать сверху сахарком. И залить заливкой. Но я побоялась. Почему? Все-таки вы обратите внимание, так как клубника, она сама в себе очень сочная ягода. И у нее очень много сока, то есть жидкости. И я бы не хотела, чтобы вот этот сок, жидкость, окрасили наше песочное тесто. И тогда бы у нас, что было? Тогда бы у нас тесто было не песочное, а такое, знаете, мокрое. В общем, не такое, как бы я хотела. Давайте еще разрежем. Сейчас уже немного пирог остынет. Вот такой. То есть у нас хорошо пропеклось тесто песочное. Вот это заливка и ягоды. Ну вообще, да? Супер. Готовьте вместе с Еленой вот такие вкусные песочные заливные пироги. С клубникой, земляникой, черникой, с любой ягодой. Друзья, все, что вам нравится.